Хотел бы задать вопрос. Срезал старую яблоню, кислые плоды, посадил новую, тоже яблоню. Так, однажды касались вопроса посадки вместо старых деревьев. Думаю, я пересажу, старая яблона росла хорошо, это никак. Ну, что там раскрывать эту тему. Вот. Старая яблоня, она просто высосала все соки, она еще и отравила почву. Поэтому, это редкие случаи, когда мое мнение совпадает с общепринятым. Нельзя нам вместо старого садить. Ну, абрикос бы лучше бы пошел, у него совсем другие аппетиты. Надо вах, абрикос посадить, сливу посадить, вишню. Вот все, что могу сказать. Так что, может, и яблоня такая, я же вам показывал, не растет ни черта. Привьют плодовую ветку, плодовую почку и ждут чуда, и не дождутся никогда. Не каждая почка на ветке, которую поливаем, это будущее дерево. Так, что делать, если появились несколько мощных побегов на прививке вращения с чернеками? Да пусть себе растут, что надо догадать. Это же здорово, вместо одного мощного побега на несколько мощных побегов. Растут себе, растут, что они вам мешают. Появляются проблемы, потом немножко. Одна в одну сторону растет, другая в другую. А потом, смотрите, или это получается такое мощное коренастое дерево. Вот, они потом внизу срастутся намертво. Или, по крайней мере, до страховки. Можно, такая есть сейчас веревка, но она должна быть не пеньковая, а из синтетики. То есть, которая не гниет. Она толстая, типа, ну, почти канат. Надо-то ее немного купить. Обвязали таким образом, чтобы не развалилось дерево. И все, и не надо их трогать. Пусть себе растут. Потом увидите, они как-то сами превратятся в прекрасное дерево. Когда надо убирать, бутылки сеятся, 20 сантиметров выросли. Убирайте. Уже давно пора. Была бы жара, и вот эти же 20 сантиметров уже бы сожгло листья. Уже даже поздно. Я убираю, когда только зазеленеет, я убираю. Так, ой, сегодня мне повезло. Или народу мало, или вопросы заканчиваются. Дело в том, что мы с вами за 33 передачи уже столько поговорили, столько поговорили, что уже, наверное, все меньше должно быть тем. Вот смотрите, перед две огромные темы. Не знаю, когда мы с ними закончим. Тут еще мы фактически не начинали. Вот. У меня сотни фотографий с наблюдением, которых не видел никто никогда. И ни в одном учебнике, ни в одном учебнике. Нигде, никогда. Это такие небольшие наблюдения. Сами поймете, это будет большая тема. Назовем прогулку по саду. Вот. Образно. Вторая большая тема, это все-таки сотни перефотографированных дебильных советов, с которыми надо разбираться. Они вбиты в голову. Вы знаете, что я не могу убедить людей? Вот. Ничем. Ни за что. Никак. Все. Я в отчаянии. Даже те, кто меня слышит, и то не собирается ничего переделать. Это просто удивительно, как можно было бить в голову. Ведь у нас же все садоводы. Попробуйте, найдите тех, которые не знают, что надо посадить, выкопать метровую яму. Вот. Посадить в углубление, сделать бордюрчик. Отрезать нижние ветки скелетные. Не дай, это в лучшем случае, или просто садить. А, когда саженец рынка, обычно скелетные ветки нижние, они уже до вас убраны. Я всегда поражаюсь. На колоновидных яблонях, которые так-то там метр с кепкой. И умудряются еще полуметровый штаб сделать. Вот дебилизм такой. Причем крутые садоводы, и для них это нормально. Они не могут не отрезать нижние ветки. Даже с колонн, которые всего-то метр. Даже с них я ничего не понимаю, чем они руководствуют. Ведь это так вбито. У каждого перед глазами стоит саженец со штампом. Ладно, проехали. Давайте заканчивать. Сегодня вопросов мало, ну и хорошо. Значит, встречаемся в следующую субботу. Если я еще не надоел. Вопросы задавайте. У меня, правда, еще на несколько передач вопросов уже накопилось в марш. И не обижайтесь, я кому-то не успел ответить. Вот, я так стараюсь, но коротко я не могу. Я должен обосновать. Иначе да, нет, получится, как у анекдоти. Три варианта. Да, нет, пошел нафиг. Выбирайте. Вот. Попробую ответить. Да. Тут же сам же говорю. Да, но... Все, друзья, до свидания. Спокойной ночи. Хороших снов. А я сейчас только увидел письмо Бориса Соловьева. Что делать? Ну, ладно, надеюсь, что не все отключились. Борис не отключился. Что делать с Ваффи Микосикой Абрикосовым, которые не взошли. Сейчас, днем 18, бывает больше. Вишни не взошла ни одна. Остальные 10%. Возможно, стоит ли их продолжать поливать или промыть, просушить, холодильник. Нет, ждите дальше. Вот и все. Ждите, еще не вечер. Ну, все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok